Доброе утро! Говорят, что инсультом подвержены только те люди, которые имеют хронические заболевания или те люди, у которых возраст старше 65 лет Но спешу вас огорчить, что инсультом подвержены каждый второй житель на этой планете А мы сегодня разберем самые основные мифы про инсульт Про мифы об инсультах нам сегодня расскажет о врач-невролог Маматказина Алина Доброе утро! Доброе утро! Собрала самые популярные мифы про инсульта и давайте поговорим о них И первый миф. Инсульт – это кровоизлияние в мозг. Миф или правда? На самом деле инсульт – это собирательное понятие Кровоизлияние – это часть этого понятия инсульта Бывают еще и шимические инсульты Они как раз и составляют львиную долю всех инсультов И раз уж мы с вами заговорили про виды инсульта То давайте разберем, какие они бывают Конечно! Кровоизлияние – это когда повреждается сосудистая стенка И кровь выходит в головной мозг Ишемический инсульт – это когда происходит закупорка сосуда изнутри И какая-то часть мозга в соответствии с тем, какая артерия кровоснабжает Прекращает кровоснабжаться и происходит ишемия Следующий миф – что инсульт случается только при заболевании сердца Это правда? Вы знаете, львиная доля инсультов случается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы Но не стоит забывать и про такое заболевание, как сахарный диабет Которое тоже приводит к инсульту Какие еще заболевания могут поспособствовать развитию инсульта? Ну, например, мерцательная аритмия Это вот из заболеваний сердечно-сосудистой системы как раз Мерцательная аритмия – сердце сокращается неправильно Идет образование тромбов, которые уже закупоривают артерии Либо атеросклероз – бляшки перекрывают просвет сосуда И в один момент при каких-то факторах – спазм сосуда, повышение давления – просто сосуд сжимается и перекрывает кровоток Некоторые уверены, что при инсульте можно принять таблетку и отлежаться дома Это миф или правда? Это абсолютный миф, потому что инсульт является одним из самых летальных заболеваний Даже в моей практике в стационарной существуют случаи, когда пациенты самостоятельно приходят И в течение суток у них происходит ухудшение, даже несмотря на то, что мы вовремя оказываем квалифицированную помощь Иногда инсульт остановить невозможно И поэтому ни в коем случае нельзя отлеживаться дома, принимать какие-то препараты Четко надо приезжать в больницу Четвертый миф говорит нам о том, что защититься от инсульта можно с помощью периодического приема лекарств Это миф или правда? Абсолютный миф Существует понятие как вторичная профилактика инсульта Но это четко, обязательно постоянный прием препаратов В зависимости от сопутствующих заболеваний доктор предоставляет целый список рекомендованных препаратов Для снижения холестерина, разжижения крови И при их постоянном приеме уже можно говорить о возможности избежания повторного инсульта Если мы не соблюдаем рекомендации врача и прекращаем прием лекарств, чем это чревато? Первый год очень часто происходит повторное нарушение мозгового кровообращения И даже в первые 5 лет этот процент снижается до 50 Есть такая статистика, наверное, не очень правдоподобная, что у мужчин инсульт случается чаще, чем у женщин Тут зависит от возраста Более молодые, то есть средний возраст, мужчины после 55 действительно подвержены инсультом чаще, чем женщины А что касается пожилого возраста, вот после 85, то тут больше женщин Нарушенные функции после инсульта нельзя никак восстановить, это миф или правда? Тут зависит от степени поражения головного мозга Если мы говорим о каком-то огромном полушарном инсульте, конечно, это практически невозможно восстановить движение, допустим Зависит от возраста, более молодые пациенты лучше восстанавливаются И зависит от времени проявления симптомов Сейчас медицина развита в том плане, что если инсульт произошел в первые 4,5 часа, доставлен пациент Существуют такие методы, как тромболизис Это внутривенное введение препарата, которое расщепляет тромб Тромбоэкстракция – это механическое удаление тромба из артерии Восстанавливается кровоток, и тогда больше шансов на восстановление Но важно понимать то, что не только лекарства способствуют восстановлению А в первую очередь это занятие Это занятие с логопедом, это занятие физической культурой Только это, возможно, поможет вернуться к предыдущему состоянию Или хотя бы частично не остаться инвалидом Мы с вами начали говорить про современную медицину И вот есть такой миф, или правда, не знаю Что современная медицина снижает риск заболевания инсультом Это так? Тут ответ двоякий Потому что если мы берем только современную медицину То действительно это возможно Но мы живем в реальном мире, где существуют стрессы Где люди зачастую не следят за своим здоровьем И пренебрегают рекомендациями, которые им даны Поэтому это очень сложно Инсульты растут с каждым годом И если мы живем в идеальном мире И не подвергаемся стрессам Следим за своим здоровьем И выполняем все рекомендации Тогда такое возможно Некоторые говорят, что инсульт передается по наследству Так это или нет? Само заболевание инсульт не передается по наследству Но факторы, которые предрасполагают к нему, могут Сахарный диабет, гипертоническая болезнь Атеросклероз артерий Это все может привести к инсульту Это наследственное заболевание Огромное вам спасибо Будьте здоровы, берегите свое здоровье И сохраните свою жизнь Сегодня мы рассказали об основных мифах про инсульт И если вы заметили у себя первые симптомы То незамедлительно обратитесь к врачу А также берегите себя И будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok